Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале ИТОН ТВ в программе с большой буквы. Меня зовут Марк Гурин, со мной в студии мой собеседник, сегодняшний собеседник Цвим Маген, старший научный сотрудник Института национальной безопасности, в прошлом посол, чрезвычайный полночный посол государства Израиль в Киеве и Москве. Ну и вообще интересный собеседник. Здравствуйте! Здравствуйте! Значит, тема, через которую трудно перепрыгнуть. Российская авиабаза в Сирии снова подверглась обстрелу, ее бомбили беспилотники, как сообщают СМИ. И это уже второй, если не третий, если не третий, потому что, как считать, это побитый вертолет. Второе, прямое нападение на базу. Вертолет тоже часть базы накануне событий. Это уже, как говорил, один знакомый культуровый говорил, однако тенденция. Однако тенденция. Это уже не разовый случай, это уже некая тенденция. Давайте начнем с того, кому и зачем это понадобится. Если раньше это были эти минометы, то есть непосредственно близкие, ну, 6-7-8 километров, так считают специалисты, то беспилотники это уже расстояние. То есть это уже некое пространство, которое может быть и близким. Ну, во-первых, начнем с того, что нам знать недавно, имеется в виду все мы СМИ, обозреватели и другие шпаки, мы не в курсе. Так что тут каждый фантазирует на священную тему, и тут можно назвать кого угодно виноватым. Так что это я хочу подчеркнуть, потому что действительно нигде не было сказано, что действительно произошло. Вы знаете, к вопросу о виноватых, может быть, чуть позже. Давайте действительно о том, что произошло, и как это понимать, и как это комментировать. Основное, что тут следует подчеркнуть, вероятнее всего, что война еще не окончена. И рано праздновали победу, я к тому, и может это увязано, что поспешили подчеркнуть, что война окончена, мы его победили, и уже никого там не осталось, а вдруг осталось. Это основное, первое. Остались те, кто готов и в состоянии нанести удар по России, по победителям, не знаю, по кому именно по России, или по победителям, или про противнику, или про союзнику Асада. Сейчас дойдем. Да, в кого они целились. Во-вторых, хочу подчеркнуть, что в течение всех этих двухлетней войны при участии России, в Сирии, российские войска или Россия не было самоцелью, кроме единственного случая, когда турки решили сбить российский самолет. Избили. Избили, конечно. Ну, сбили. Это, наверное, что-то более серьезное, чем это, кажется, на первый взгляд, это не просто кто-то там решил еще раз пострелять. Это смена курса. Это новая в какой-то мере фаза, может быть, которая до данного момента была сокрытой. И Россия старалась подчеркнуть, что ее никто не трогает, и она хозяин положения, и вдруг оно не так. Это как возможность. Я не знаю, что действительно произошло. Я начну с того. А теперь, кто это мог сделать? Ну, там есть четыре возможности. Первая, тот же ИГИЛ. Ну, он теперь не в состоянии там очень много делать, но он еще существует. У него нет пространства, но есть люди, есть идеология, есть готовые, желания. У него есть возможность дистанционно работать. И он может работать в разных государствах, используя своих людей или своих посланников, которые присутствуют практически везде. Это одно. Во-вторых, это повстанцы против Асада, которые не намерены идти на мировую, как говорят. У них с Россией не получается. Умеренные оппозиции. Разные вот эти. Да, есть несколько оппозиций, которые они будут теперь предчислять, но они не все согласны с Астаной, как говорят. Они не все идут соответственно. Тем более, что идут разборки, а как мы будем делить эту Сирию, и они, вероятно, всего недовольны. Это следующее. Третья сила или третий фактор, это, возможно, турки. Может, не непосредственно сами по себе, но они как-то задействованы во всем этом. Прошу прощения, я нашим зрителям скажу, что считается, что первичным адресом беспилотников был так называемый Идлиб. Идлиб – это провинция, которая населяет преимущества так называемых туркоманы. Люди, как бы, этнически очень близки к турецкоподанным, как говорили, Илья Петровна. Вот, то есть, да, я прошу прощения. Ну, и они недовольны тоже переделом, скажем, регионов, будущих регионов влияния в Сирию, очень может быть. Или там что-то не получается именно с этими конкретными регионами. Они поэтому или поддерживают тамошних своих, скажем, соратников, или они непосредственно сами что-то предпринимают. Через, конечно, посланников, и непосредственно. И четвертая сила могут непосредственно сами Соединенные Штаты, которые тоже в суе упоминаются. Это Россия и ЖЭ, которые утверждают, что вот ввиду того, что во время атаки беспилотников находился в этом воздушном пространстве самолет Соединенных Штатов, где не исключена такая возможность тоже. Вот эти четыре возможности. Кто из них, это можно, так сказать, гадать. Но, вероятнее всего, общий знаменатель у всех, это тот же, не дать, это не заключительная фаза, это новая фаза, это продолжение борьбы. Но уже на сей раз именно, тут следует объяснить, о чем речь, конечно, но, вероятнее всего, тут мы вступили в новый этап. О чем речь? До данного, условно говоря, момента шло два или, можно сказать, три противостояния, или войны, если хотите. В Сирии же в одном пространстве воевали против ИГИЛа, совместно, все вместе взятые, под эгидой Соединенных Штатов. Большая коалиция, 65 государств России там не было, между прочим. И это была одна война, которая, да или нет, кончается. Она тоже в какой-то мере затрагивала интересы Сирии, потому что это была на ее территории, и захватили ее территорию. Но там не было сирийских войск, там не было России. Ну, в какой-то мере они начали участвовать уже на окончательном этапе. Другая война, это была гражданская война в Сирии против Асада, в которой участвовала Россия. И они тоже параллельно по времени, и тоже подошли к концу, факт, что там был парад и все остальное, которое так или иначе заявляло, что конец войны. Между прочим, россияне всегда утверждали, что они воюют против ИГИЛа, они не пришли воевать против террора, а не против каких-то там повстанцев. И они увязали обе эти войны в одну, но на самом деле это две разные, так сказать, два разных направления. Ну и третье, это при участии всех остальных крутых игроков в регионе, которые так или иначе участвуют в дележе, или как, требуют свою долю. В дележе Сирии. Сирии, конечно. Турция тоже, первая. А, первая? Ну и Иран тоже, ну и Саудовская Аравия, и же Снея, это имеется в виду в основном все... И Россия, как бы... Россия, это сверхдержава, скажем, региональная держава. И в какой-то мере Израиль тоже там участвует, нельзя забывать этого игрока. Очень крутой, между прочим, если рассматривать со стороны, скажем, иностранными СМИ. Ну, тоже крутой игрок. Вся эта четверка теперь противостоит друг против друга по отношению будущего Сирии. Это следует учесть, потому что теперь начинается новая фаза дележа с Сирией, и в этом вопросе не все согласны друг с другом. И поэтому в России очень немалая головная боль, тем более, что на носу выборы, и хотелось до этих выборов успеть все успокоить и выйти с сухими... Ну, победить и успокоить. И получается, что Россия не только не получила, чего хотела, идя войной в Сирию у Соединенных Штатов, а получилось то, что она оттуда не знает, как теперь выбраться, потому что она там застревает. Это новая фаза. Ну, вот я в основном так рассматриваю. Давайте на секунду остановимся. И прежде чем перейти, так сказать, к следующей части нашего мира, я хочу уточнить вот одну вещь. Мы обещали, что будем говорить о причине и поводе. Кто стоит за этим причинам? Значит, понятно, что в первые дни после Нового года российские телеканалы в основном намекали более, менее, прозрачно, что за этим стоят либо американцы, либо те силы, от которых обвекают американцы. Есть такой, очень такой солидный человек, господин Клинцевич Франц, он бывший полковник, афганец, он, или полковников бывших не бывает, не знаю, он этот самый, он председатель комиссии Совета Федерации по безопасности, то есть он, он серьезная фигура, он говорил это почти прямым текстом. Но это пока говорили общественно-политические силы, говорили народ, в ящик. Когда же встал вопрос серьезных людей и ответственности Сова, то письмо написал юнштаб, насколько я знаю, России, не американцам и не телезрителям, а написал туркам, которым очень, ну, как бы прилично, но твердо поставил вопрос, что, господа, обязательства, которые вы на себя брали, надо выполнять. Слово турки произнесли вы, а не я в этом разговоре. Вот так вот, турки, не боятся ли, после того самолета было то, что было, сегодня что, опять как, у них там экономика, и вообще, турок вообще никто сегодня не любит, кроме России, и они с Россией тоже хотят посовериться. Ну, если вы настаиваете на турка... Я не настаиваю. Я не знаю, это вы начали с турками. За турками. Да, за турками, да, да, да. Хорошо. Я хочу напомнить, что, несмотря на все, что уже было сказано сегодня же, турки являются частью небезызвестной организации, называемой НАТО. И никуда оттуда не собираются ходить, и никто их оттуда еще не выставил. Это правда, но в виду они себя там странновато. Это правда, и турки, ну, они так себя, одиозно себя ведут и в НАТО, и в других, так сказать, международных организациях, потому что у них свой нрав и свои интересы, но они не... И НАТО не бросает. Не совсем. Да, у них проблема с не бросает. Но они так или иначе ведут себя в определенных рамках приличия. Они не выходят за эти рамки. Поэтому я бы не стал на них указывать непосредственно пальцем, как на основного виновника. Окей. Но я должен согласиться, что... Да. Но должен согласиться, во-первых, если Россия уже указала на них перстом, значит, что-то там было. Нужно не хотели тихоря задействовать посланника. Это не телевизор, это серьезные люди пишут. Да. Поэтому там были те или иные, скажем, группировки, или террористы, или повстанцы, которые при их поддержке, или при их участии, или при их информированности, так говорят, сотворили то, что сотворили, поэтому в какой-то мере они могут быть участвовать. Нет демобязаний. Не исключено, что это могут быть и другие тоже при их участии. Например, те же американцы. Это, я к тому напомнил, про НАТО и других. У них тоже разборки с Соединенными Штатами. Да. Соединенные Штаты, это самое интересное в этом контексте, никуда не ушли. Хотя тут есть... Понимаете, смотрите, что происходит. Если разобраться с общественным мнением, не знаю, как в России, но здесь и на Западе, это получается, в частности у нас здесь, в Израиле, получается картина, что Россия громко победила всех, она сейчас основной игрок в регионе, Соединенные Штаты сникли и исчезли. Ярко. Так вот, картина начинает полностью меняться. Россия еще победила, еще не основной игрок, и Соединенные Штаты никуда не ушли. Снигла не исчез. Это я к тому. А чьими руками кто что-то сделал, тот, я считаю, это второстепенной проблемой. У России сейчас интерес умалить значимость этого. Поэтому говорят, вот вы виноваты, вы там не досмотрели. Но, по-моему, тут надо искать виноватых в том плане, что это, как я уже сказал, это пересмотр правил игры. И тут что-то не до конца понятно. Что касается российских СМИ и других государственных, скажем, или полугосударственных функционеров, то там тоже интересно посмотреть, кто что говорит. И, по-моему, это они однозначно совместно говорят одно и то же. Из этого следует, наверное, что много башен у Кремля, и они все однозначно смотрят на эту проблему в Сирии. Но это отдельный разговор. У нас остается не очень много времени. Поэтому давайте вот на что потратим. Прямо пять минут. Давайте вот на две вещи. Большую часть, оставшуюся мало времени. Давайте уделим тому, чего хотят основные игроки в Сирии. Чего они хотят. И меньшую, однозначно присутствующую. Это что дальше? Таких и будут бомбить эту нечастную базу. Или Россия по-другому себя поставит. Вообще, чего можно ждать? Ну, начнем с того, что Россия все же пытается остаться основным игроком. И ее функция в этом контексте – это лидировать в процессе переустройства или обустройства Сирии. В этом контексте, я уже помянул всех игроков, каждый хочет мне чего-то другого. А чего? Турки, Иран, Саудовская Арабия, Ижеснезия, я уже сказал, и Израиль. Что они хотят? Просто зоны влияния? Так вот. Нет. Турки не хотят зон влияния. Они не хотят вообще, чтобы там кто-то получал какие-то там доли автономии из-за курдов в основном. И они вообще недолюбливают, скажем, условно Иран, и поэтому не хотелось бы им видеть Иран. Да, турки – суниты, иран – шииты. И по разным соображениям. Но это сталкивающиеся интересы. Потому что, с одной стороны, не хотят делить, с другой стороны, не хотят отдать всю Сирию Ирану. А сами собрать не могут. У них там конфликт. Прошу прощения, в Азербайджане, который считается очень близким к Турции ментально, извините, это поговорка «головы двух баранов не могут вариться в этом котле». Интересно сказали. Ну, примерно вот такая ситуация. Но это не основная проблема, там еще напоминаю, Саудовскую Арабию, которая вообще не переваривает Иран, и которая находится в состоянии войны, и они находятся под угрозой. Поэтому сдавать Сирию шиитам, не дай бог, да? Не дай бог. В этом контексте они тоже непростой игрок в регионе. У них есть что сказать, и они теперь выстроят коалицию, они уже давно ее выстроят. Но они находятся в боевом соприкосновении с иранскими посланниками, поэтому это непросто. И они, конечно, тоже пытаются так иначе воздействовать на будущее развития событий в Сирии. Четвертое – это Израиль, который тоже не переваривает Иран, и говорит, что его там не будет. В тот момент, когда он это сказал, он уже игрок на этом поле. И он заявляет о своих намерениях чуть ли не еженедельно, не скажу ее не правильно. Так говорят в прессе. А то и два раза в день. Бывает. И это все следует свести к тому, что он показывает или, скажем, показывает нам на карте красный черту, кого он туда не пускает. В этом контексте непросто всех их, так сказать, увязать, успокоить и поделить эту Сирию. Разве я хочу ее поделить? Насколько я понимаю обстановку, и она об этом заявляет достаточно открыто. Это называется федерализация или децентрализация Сирии. И когда она будет децентрализована, то у России действительно очень серьезное положение, потому что она единственный арбитр в этом пространстве. Но, с другой стороны, например, Иран хочет обратного же. А чего он хочет? Он хочет целостности Сирии, но под своей гидой. Ну да, религиозно. Не только религиозно, политически. В этом контексте Россия будет ему уже не нужна. И тут проблема у них между собой тоже. Так что почти все игроки здесь против. Соединенные Штаты тоже относятся достаточно отрицательно к происходящему в Сирии. Хотя они готовы сдать ее россиянам, но на определенных условиях, вероятно всего, там идут теперь разборки. Я бы не исключил, что все, что было прежде сказано, относятся к этому тему. Не в Европе ли они видят ключ от сирийской диверсии? Ну, еще рано. 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 И последний Израиль, то Израиль, во-первых, он самостоятельный в этой игре, но ходят слухи, что есть или создается коалиция суннических государств во главе с саудовцами, и Израиль при них. Но это уже совершенно другая тема. Очень интересный, вероятный интерес друг друга. Ну, так что поживем, увидим, но будет интересно. Еще буквально полуслова, у нас есть полминуты, полуслова, что дальше? Будут бомбить, Россия развернется, она найдет наземные войска. Они договорятся. У России проблема. У России проблема в том, что она не может уйти из Сирии без определенного, там, не знаю, я не скажу победы, но без определенного достижения чего-то там. Зачем тогда было идти войной туда, куда не надо? Чего они могут достичь? На минимальном уровне своих, скажем, сохранить свое положение в регионе, как крутого игрока, условно говоря. Но в оптимальном это договориться с Западом, о других регионах тоже. И тут я напоминаю Украину с ее санкциями и другие проблемы, очень непростая головная боль у России с ними. И я бы хотела все это как-то увязать. Но Запад не... Разменять. Можно и разменять, но Запад с ней не говорит на эту тему. То есть проблема. Наоборот, ужесточил свою позицию. Если она ничего не получит взамен в Сирии, и у нее самой там плохо окончается нынешний срок, условно говоря, то у нее проблема. В этом контексте не знаю, что будет. Но, вероятнее всего, есть такой вариант, что договорятся, вероятнее всего, только о Сирии, что американцы им предлагают. Если понимать правильно то, что было сказано последние пару недель, то американцы говорят, что о Сирии можно договориться. Из этого следует... Надо сказать, о чём не сказано было. О Сирии и Корее? Нет. О Украине и санкциях не было сказано. Значит, говорят, вы забудьте про санкции. Не забывайте санкции. Мы их не отменим. Но по Сирии мы можем договориться. Примерно такая обстановка. И санкциях, а другой вопрос. И теперь идут разборки именно по этому вопросу. Как Россия из этого выйдет? Значит, вероятнее всего, смогут договориться. Сменив условия, цену и так далее. И если они договорятся между собой, то всё остальное утрясётся. Без Соединённых Штатов не утрясётся, потому что основной состав повстанцев и других сил, которые сегодня оперируют в Сирии, они координируют с американцами. Включая тех же других игроков вне Сирии. Та же Турция в какой-то мере, но и Савдовская Аравия, и другие государства, регионы. И в какой-то мере даже Израиль. Так что тут всё зависит от того, как договорятся эти оба. Я могу, если должен гадать, я готов отгадать, что это будет так или иначе в обозримом будущем они договорятся. Ну что, сама очень оптимистическая постановка вопроса. Друзья мои, вы всё слышали. Ну, будем надеяться, договорятся. Сирия рядом, мы бы предпочли, чтобы там была тиха. Спасибо, Свет. Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале ИТОН-ТВ.